Добрый день, уважаемые друзья! Как меня слышно? Мурманская область приветствует вас! Если вы меня слышите хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. А я потихонечку буду начинать нашу презентацию. Сегодня у нас на презентации присутствуют представители компаний и представитель министерства. Именно я, Попова Анна Федоровна, руководитель отдела по развитию туризма, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Также мои коллеги работают сегодня с нами, представитель отеля «Конгресс Меридиан». Также они являются туроператором по турам по Мурманской области. И представитель компании «Радуга Севера». Тоже туроператор, который давно работает на территории Мурманской области. Если меня слышно хорошо, то я попросила наших коллег еще написать, из каких регионов у нас сегодня присутствуют, кто нас слушает, кто заинтересован отправлять к нам туристов. И я потихонечку начну нашу сегодняшнюю презентацию. Моя часть будет состоять из общей информации про Мурманскую область. И мы начинаем. Презентация моя называется «Мурманская область. Близкое сияние Арктики». В последнее время действительно «Северное сияние» является, наверное, таким основным брендом, ради чего к нам едут представители других стран, а также представители других регионов. Но все-таки в двух словах расскажу вообще о конкурентных преимуществах Мурманской области, чтобы вы понимали, особенно для тех, кто, наверное, никогда здесь не был. А самое главное преимущество – это, конечно, географическое положение и климатические условия. Нужно отметить, что Мурманская область практически полностью находится за полярным кругом и полностью входит в состав Арктической зоны Российской Федерации. И в этой связи получается, что те климатические условия, которые мы здесь имеем, они тоже являются такими брендами, известными, наверное, на весь мир. Это и «Северное сияние», и «Полярный день», и «Полярная ночь». Опять же, хочется оговориться, что «Полярный день» – это не белые ночи, которые в Санкт-Петербурге, потому что очень многие путают эти два явления. «Полярный день», чтобы вы понимали, это когда Солнце не заходит за край горизонта совсем. И получается, например, зимой, вот если вы видите фотографию на слайде внизу, то ночью примерно так же светло, как… Ну, вернее, не примерно, а так же светло, как днем. То есть вот фотография внизу, на этом слайде панорама порта и города, она как раз вот показывает, как бывает у нас светло в «Полярный день». Кроме этого, особая наша история связана с приграничным положением. У нас у региона две границы с Финляндией, два поста у нас находятся на территории Мурманской области, и с Королевством Норвегии. Это единственная граница между Российской Федерацией и Норвегией. Это все также наши компании активно используют при составлении своих маршрутов, потому что есть запросы как от близлежащих государств для посещения Мурманской области, потому что до ближайших городов порой составляет всего три часа на автобусе поездка. А также, например, некоторые туристы прилетают в международный аэропорт Киркенес, который находится в Норвегии, потом посещают Мурманскую область, возвращаются обратно и улетают. То есть это все обеспечивает очень такую хорошую логистику для посещения Мурманской области не только российскими туристами, но и иностранными. Если в двух словах сказать о количестве туристов, которые нас посещают, то можно отметить, что в 2017 году по официальной статистике туристический поток на территории Мурманской области составил 413 тысяч человек, что является на 25% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме этого, так как мы приграничная территория и имеем такую удобную логистическую схему, более 59 тысяч иностранных туристов к нам приезжает. Последнее время особый интерес проявляют туристы из Юго-Восточной Азии и, конечно же, в первую очередь привлекает северное сияние. Также в Мурманской области известный старопромышленный регион. То есть изначально ее развитие связано с добычей и переработкой минеральных ресурсов и добычей и переработкой биоресурсов. Поэтому, конечно, эти отрасли промышленности являются основными для региона, но, тем не менее, туризм с каждым годом становится все более и более такой активно развивающейся сферой и становится более заметным в общем разрезе тех отраслей, которые присутствуют на территории региона. Одним из немаловажных преимуществ является незамерзающий глубоководный порт. Многие, наверное, знают, что именно на территории Мурманской области базируется атомный ледокольный флот и проводкой судов по северному морскому пути они занимаются как раз, именно выходя из города Мурманска. Мурманский порт – это база для предпосвечения перевозков грузов по трассам СМП. И эта позиция, что Мурманский порт не замерзает, также используется в развитии туризма, в части круизного туризма. Конечно, учитывая тот факт, что Мурманская область полностью входит в состав Арктической зоны Российской Федерации, зима для нас – это, наверное, самый горячий период. Как бы это неинтересно звучало, что зимой у нас действительно горячо для наших туроператоров, туркомпаний, гостиниц. Это связано с тем, что на территории Мурманской области снег лежит 8 месяцев в году. В этом году, конечно, погода радует, наверное, жителей всей страны. И в Москве, и в Санкт-Петербурге стоит очень теплая осень. Также и у нас до сих пор снег не выпал, хотя обычно в это время уже снежный покров присутствует. Но, тем не менее, я думаю, еще пара недель, и полностью наша земля будет покрыта снегом. А начиная с конца ноября уже горнолыжные курорты начнут запускать свои подъемники для того, чтобы встречать первых туристов. В Мурманской области вообще функционирует около 10 горнолыжных комплексов разного уровня. И они все совершенно приспособлены для разного уровня катания. То есть мы понимаем, что многие туристы, они такие более, как сказать, любители. И им иногда не нужно очень такое сложное трассовое катание. Но, тем не менее, на территории Мурманской области для себя найдут интересные трассы, наверное, каждый любитель горнолыжного спорта. Конечно же, центром горнолыжного туризма в Мурманской области является город Кировск. Он сам по себе находится 300 метров над уровнем моря. И его посещение даже с этой точки зрения очень интересно. Он ходит в состав многих экскурсий по Мурманской области, потому что он расположен прямо в горах. Это большая редкость. На северо-западе больше вообще нет ни одного такого города, который находится в горах. И второй момент, конечно, это позволяет использовать эту возможность как для горнолыжного спорта, так и в том числе для лыжного, для беговых лыж, потому что снег ложится там раньше всего. Раньше этот город использовался как база подготовки горнолыжных спортсменов, лыжных спортсменов. И сейчас возобновляется традиция, когда приезжают спортсмены на первый снег в город Кировск. Поэтому я всегда говорю, что снег – это, наверное, наше достояние в Мурманской области. Потому что если бы его не было, то... Вернее, если его не будет у нас, то тогда, наверное, его уже нигде не будет. Потому что когда его не станет за полярным кругом, то уже в других местах маловероятно, что он будет. А учитывая тот факт, что последние годы зимы стоят теплые, я знаю, что даже в Карелии недостаток снежного покрова был для организации снегоходных маршрутов, очень многие компании перебрасывают свои маршруты как раз на территорию Кольского полуострова. Значит, что касается города Кировска, его посещают более 40 тысяч туристов. Это те, которые официально размещены в коллективных средствах размещения. Но специфика территории такова, что на территории находится не очень большое количество объектов размещения, имеется в виду гостиниц, и очень активно поэтому используется размещение в частном секторе. Ну, как, наверное, на любых курортах, что зимних, что летних. Поэтому тоже для любого туриста возможность выбрать разного уровня размещения возможно. Еще одна особенность этой территории состоит в том, что недалеко от города Кировска находится аэропорт Кировск, и есть возможность прилететь прямо туда и через 30 минут уже оказаться на курорте. Основная же масса туристов прибывает в город Мурманск, в аэропорт города Мурманска. Он является международным аэропортом, также организуются иностранные чартеры туда, то есть есть такая возможность. И по последним данным, объем обслуженных пассажиров аэропорта города Мурманск уже приблизился к 1 миллиону в год. То есть поток растет и ежегодно прибавляет от 10 до 20%. То есть интерес очень большой к нашей территории в последнее время, поэтому мы тоже призываем обратить внимание. Он расположен, аэропорт от города Мурманска, где-то в 20 минутах езды, поэтому это тоже комфортно и недалеко. Что касается горнолыжного курорта, очень с большим удовольствием хочу сказать, что инфраструктура на курорте меняется. В 2014 году была запущена новая канатно-кресельная гондольная дорога, что позволило увеличить пропускную способность горнолыжных склонов. Дело в том, что этот курорт достаточно такой старый, если можно сказать. Он организован был еще в 30-х годах, первые подъемники там появились, и рассматривался действительно как база подготовки наших спортсменов для Олимпиад. И очень долгое время после советского периода инфраструктура пребывала в таком запустении. И последние несколько лет действительно вкладываются достаточно большие средства в модернизацию этого курорта. И мы получаем положительные отзывы от туристов, которые туда приезжают, и фиксируем ежегодно порядка 10-15% посетителей на данных склонах. Перейдем к нашему, наверное, любимому направлению зимнему. Это снегоходные туры и туры за северным сиянием. Действительно, особой популярностью пользуются у нас туры охотники за северным сиянием. Если говорить конкретно о том, что представлено на слайде, то операторы предлагают поездки в разных формах для того, чтобы понаблюдать и поймать северное сияние. Потому что это такое явление, которое никогда нет гарантии, что ты его увидишь. Даже если ты посмотрел прогнозы, оно по идее должно быть. Поэтому варианты тоже есть разные. Кто-то использует для этого снегоходную технику, когда выезжают достаточно далеко от городов, чтобы можно его было лучше увидеть. Кто-то просто формирует такие экскурсионные туры, когда собирается группа в автобусе. И точно так же в позднее достаточно время, потому что есть определенные правила, если можно так сказать, что же нужно сделать. То есть, вернее, факторы, которые необходимы для того, чтобы увидеть северное сияние. Мы всегда говорим, что к минимуму должно совпасть три фактора, чтобы оно все-таки было поймано желающими. Значит, первый момент. Очень многие считают, что это связано, например, с морозами. На самом деле расскажу такую историю, что, конечно, северное сияние в первую очередь связано с геомагнитным излучением. То есть, если высока солнечная активность, то вероятность увидеть северное сияние также увеличивается. На сегодняшний момент многие компании следят за, именно туристические компании, которые работают в регионе, следят за прогнозами. То есть, они общедоступны. И всегда можно сказать, когда вероятность увидеть больше, а когда меньше. Вторым аспектом является темное время суток, потому что, как известно, геомагнитные бури, они бывают и днем, и ночью. Но днем вы просто не увидите, да, то, что происходит на небе. Ну и третий момент. Это, естественно, хорошая погода, чтобы небо было чистым, не было облаков. И, как правило, просто почему ассоциируют с морозом как раз эту всю историю, что зимой такая погода, она очень часто бывает именно в морозные вечера и ночи. Поэтому, на самом деле, мы говорим о том, что вообще поймать северное сияние можно не только в зимнее время суток, для этого не нужен совершенно снег, а нужно просто, чтобы наступило темное, темно, чтобы было. А у нас, когда заканчивается полярный день и наши белые ночи, да, в принципе, с августа месяца до майских праздников, наверное, у нас бывает темное время суток. Понятно, что когда полярной ночью практически 24 часа в сутки темно, то вероятность увеличивается кратно в то, чтобы увидеть это северное сияние. Что касается туров, вот такого, как охотники за северным сиянием, когда организуют на снегоходах, у нас есть несколько туроператоров, которые даже привлекают для специализированных групп, они привлекают работников геофизического института, который находится в городе Апатиты, который занимается как раз изучением северного сияния для того, чтобы рассказать туристам, что же это такое, показать, как это работает. А также привлекают профессиональных фотографов, которые учат, как это северное сияние сфотографировать, чтобы даже на снимках на ваш телефон оно выглядело ярко и вам могли бы позавидовать все, и захотеть туда поехать дополнительно ваши друзья и знакомые. Кроме этого, хочется сказать, что на территории Мурманской области есть ряд объектов, я не буду о них подробно рассказывать, потому что мои коллеги расскажут об экскурсиях туда, но в двух словах просто перечислю основные направления и что предлагается для детей. Потому что, естественно, мы понимаем, что впереди в первую очередь новогодние праздники, зимние каникулы, и очень многие едут с детьми отдыхать, и хочется, чтобы им тоже было интересно. Поэтому на территории Мурманской области мы предлагаем вот несколько таких объектов. Это резиденция Деда Мороза в Апланском заповеднике. Она, конечно, поскромнее, чем резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, но тем не менее тоже с большим интересом дети ее посещают, потому что она находится на территории особо охраняемой природной территории. Есть возможность не только встретиться с Дедом Морозом, но и узнать поподробнее о северном крае, его природе, посмотреть, что же здесь интересного и как отличается это от других территорий Российской Федерации. Кроме этого, это посещение собачьих и оленей упряжек, ой, собачьи-олени упряжки, но я имею в виду посещение мест, где можно с ними поближе пообщаться, познакомиться, погладить и так далее, потому что это, конечно, вызывает неподдельный восторг, нужно сказать, не только у детей, но и у взрослых. Например, кормление оленей – это такая оленетерапия для снятия стресса людей, которые живут в крупных городах. Также у нас находится недалеко от города Мурманска, наверное, самая северная страусиная ферма за полярным кругом, ее очень много лет, и тоже все очень любят ее посещать. Очень интересно видеть таких южных птиц в снегах, да, то есть это уже само по себе вызывает неординарное такое впечатление, такие фотографии тоже всегда привлекают внимание у людей. Значит, отмечу особенно снежную деревню, это очень уникальный объект, он находится в городе Кировске, недалеко от самого города, там буквально несколько километров, и он пользуется очень большой популярностью. Особенность его состоит в том, что ежегодно его возводят из снега и льда, не используя никаких других внутри конструкций, то есть он полностью слеплен, можно сказать, из снега, функционирует он уже больше 10 лет, и ежегодно темой этой деревни тема меняется. То есть каждый раз это такая интрига, что же в этом году будет, чему в этом году будет посвящена снежная деревня. Значит, нужно отметить, что до этого она уже была посвящена, например, юбилею, союз мультфильма, то есть все стены были оформлены в стиле мультиков наших советских. Также она была посвящена брендам, с которыми ассоциируется Россия для иностранных и российских туристов. Ну, тематика каждый раз очень интересная, это огромный музей, можно сказать, который полностью, то есть он не под открытым небом, вы заходите в такой гроб, где все стены оформлены на единую тему. Что касается понимания, какой объем людей проходит через этот объект, то мы всегда говорим, что это более 40 тысяч туристов, и так как это пользуется очень большой популярностью, в прошлом году владельцы этого проекта, их вдохновители основные, открыли еще один объект в соседнем городе, называется галерея ледовых скульптур. То есть это немного похожая история, тоже делается в снежном таком строении, но все скульптуры внутри сделаны изо льда. То есть туда приглашаются именитые очень мастера, которые действительно очень аккуратно и очень так ювелирно вырезают вот эти объекты, то есть это действительно такой музей, галерея ледовых скульптур, которые очень советую вам посетить. И еще один момент, на территории Мурманской области у нас проживают коренные малочисленные народности, САМы, и ряд наших общин занимается организацией программ для туристов на территории Мурманской области. Вот здесь указана САМская деревня, САМ-СЫ, но нужно отметить, что есть и другие организации, которые предлагают такие услуги, и городский парк Лесная Елань, и еще один объект в гости к Оленям, который находится недалеко от города Мурманска. В любом случае, если будет интересно, то мы готовы дальше, или на нашем сайте Мурман Турин, который вы видите в конце названия, или есть на выставке, наверное, ссылка на этот сайт, вы можете более подробно посмотреть, и какие еще компании предлагают данный продукт. Также хочется сказать, что территория Мурманской области, она имеет такую специфику, что так как она осваивалась как промышленная территория, то в основном все города находятся вдоль железной дороги, которая была построена в 1916 году. Собственно говоря, и город Мурманск, тоже его основание было связано с этим. Но ввиду этого получилось как, что 75% территории остальной, в которой у них есть железные дороги, она практически не освоена. То есть, но это чем хорошо, что многие хотят убежать от урбанистических пейзажей и погрузиться вот в такую единственную природу, которая не тронута человеком, и многие, как раз ища возможность приобщиться к этому, едут в наши особо охраняемые природные территории. Вот здесь как раз представлена информация о том, что у нас на территории присутствуют три заповедника, все они работают достаточно, то есть можно всегда приехать, у них есть офисы, где можно провести экскурсию, активно очень работает, как я говорила, Волопланский заповедник с туристами, а также особой популярностью пользуется природный парк полуострова Рыбачьей Средней. Это край земли Мурманской области, получается, вы подъезжаете к самому краю, к Баренцевому морю, что по сути собой является Северный Ледовитый океан, и как мы говорим, когда ты стоишь на краю, то дальше там только Арктика видна, впереди уже. И, конечно, это такое очень необычное ощущение, и многие приезжают и в летнее время. Зимой, конечно, там намного сложнее, возможность перемещаться только, наверное, на снегоходах, но, тем не менее, и в зимнее время это тоже пользуется популярностью. Еще одно интересное направление, так как мы промышленный регион, это промышленный туризм. На территории находится достаточно большое количество горнодобывающих предприятий, и в городе Кировске одна из компаний, которая входит в состав УСАГРА, предоставляет возможность посещения своих объектов с точки зрения промышленного туризма. Кроме этого, у них прекрасный музей у этого предприятия, где как раз можно посмотреть, как происходит добыча, то есть узнать много интересного о минералах Кольского края, потому что здесь действительно, особенно в Хибинских горах, представлена, наверное, не то, что представлена вся таблица Менделеева, но, как говорят специалисты, ежегодно открывается как минимум один новый минерал, то есть до сих пор, можно сказать, не изучены до конца вот эти все минералы, которые у нас присутствуют. Поэтому мы тоже предлагаем обратить внимание на это направление. И буквально в двух словах, перед тем, как завершить, я немножко хочу сказать о морском туризме. Он, конечно, у нас на сегодняшний день не является зимним продуктом. Мы, правда, над этим активно работаем, учитывая, что Баренцево море и Кольский залив не замерзают в зимнее время. Тем не менее, вот в летнее время к нам заходит более, ну, ежегодно разное количество, более 20 лет заходит сюда. В этом году к нам зашло 7 круизных судов. В следующем году мы ожидаем еще заход нового оператора. Это компания Hortigruten, норвежская компания, которая уже заявила и осуществляет продажи на туры в 2019 году. Планируется, что будет два маршрута, которые должны состояться в сентябре месяце. Поэтому, если ваши туристы захотят присутствовать, то вы можете зайти на сайт компании Hortigruten и посмотреть. То есть там планируется маршрут из Норвегии в Мурманск и, значит, Шпицберген, земля Франца Иосифа и обратно. То есть это тоже такая возможность, с одной стороны, присоединиться к международному маршруту, а с другой стороны, посмотреть и Мурманск, и ближайшие наши территории. Если, вот, наверное, основные позиции я уже озвучила, поэтому, если есть какие-то вопросы, которые прямо сейчас возникли, вы можете их написать, я посмотрю и отвечу либо сразу, либо я, давайте, сделаем так, передаю сейчас слово следующему спикеру, а вы пока будете писать вопросы. Когда мы закончим докладом, мы тогда постараемся на все ваши вопросы ответить. Я предлагаю приступить к докладу следующему спикеру. Я приглашаю Юлию Кузьминых, представителя Конгресса от Эльмиридиан. Добрый день. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Итак, я представляю Конгресс от Эльмиридиан. Вы получили достаточно поширенную детальную информацию о тех возможностях для туризма, которые есть у нас на Кольском полуострове. Мы помогаем практически осуществить все ваши мечты и желания, связанные с Кольским севером. Итак, Конгресс от Эльмиридиан – это не просто гостиница, мы организовываем ваше путешествие под ключ. У нас есть возможность для организации бизнес-мероприятий. В Конгресс от Эльмиридиан, ввиду того, что мы Конгресс от Эльмиридиан, естественно, у нас есть несколько фиденциалов разных размеров, с местностью, переговорные комнаты для проведения переговоров, различных встреч, а также туристические продукты мы представляем на наших площадках. Что касается ресторанного обслуживания, оно является немаловажной частью, когда мы говорим о путешествии. Наш ресторан представляет блюда местной кухни. Это специалитеты, которые вы можете попробовать исключительно в нашем ресторане. Естественно, морепродукты пользуются огромным спросом. На Кольском полуострове вся рыба имеет свой особенный вкус, потому что рыбы северные, они богаты витаминами, и вылавливаются они в паренцовом море, соответственно, очень быстро попадают на стол за наш ресторан в частности. Также мы проводим различные дегустации. Естественно, морепродукты – это очень специфическое блюдо ресторанное, и у нас есть разные форматы мероприятий для тех туристов, которые приезжают на Кольский полуостров отдохнуть, в особенности для гурманов. Изысканные блюда и закуски от шеф-повара в нашем ресторане представлены как на завтрак, так на обед, так и на ужин. Меню достаточно разнообразное. Даже на завтраке вы у нас можете попробовать местные сорта рыбы. Также периодически у нас присутствует морской еж, который вы можете попробовать на завтраке. не из основного меню, а он включен в стоимость завтрака, который можно заказать вместе с размещением. Что касается размещения, здесь вы можете выбрать номера на любой вкус и кошелек. У нас в отеле есть один президентский номер, очень большой площадью, 115 квадратных метров. В основном, естественно, там останавливаются очень важные гости, первые лица, артисты и так далее. Но также, ввиду того, что у нас есть очень хорошие скидки в период каникул, на праздники, на выходные, очень часто этот номер используются нашими местными жителями области, потому что они у него получают специальные цены. Также двухкомнатный апартамент, это у нас семейный номер, где можно разместиться с детками. Достаточно популярный номер, он оборудован финской сауной. На севере очень приятно бывает согреться после зимних путешествий, в особенности по горнолыжному склону. Также у нас есть номера с северным характером. Номера категории Junior Field, который соответствует сегодняшней современной классификации отелей, 35 квадратных метров, достаточно комфортный для размещения не только путешественников, но также для бизнес-туристов, потому что они оборудованы рабочей зоной, что позволяет им надолго останавливаться в нашем отеле и, соответственно, позволяет совместить и отдых, достаточно комфортную работу. Так, вот это у нас в минуту. Держи. И, по листву, сейчас одну минутку. Семь-семь, семь, 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 семь. Нет, я хочу вернуться. Итак, извиняемся, у нас тут была техническая неполадка. Итак, Junior Field свадебный. Это уникальный номер, единственный за полярным кругом специальный свадебный номер. Ну, как вы понимаете, на Кольском полуострове и также огромное количество молодоженов, которые хотят, чтобы их свадьба была уникальной. Поэтому в нашем отеле мы зародили специальный свадебный номер, который действительно является уникальным за полярным кругом. Другого такого нет. Очень часто этот номер используются просто для фотосессий. Семейные бары, например, не останавливаются. Но также романтические уикенды проводят здесь жители других регионов России. Джунир Сюитоптический, идея тематического номера с северным характером, пришла к нам как раз на волне заезда зарубежных гостей, в особенности гостей из стран Азии. Люди часто не имеют возможности познакомиться со всем битом, скажем так, и образом жизни местных жителей. И поэтому в данном номере мы собрали максимум деталей для того, чтобы наши гости имели представление о том, как раньше могли бы жить сам. И из подобных номеров, видя главную площадь города, площадь 5 углов, наши гости могут насладиться запахом свежей карельской березы. Потому что мебель у нас сделана по индивидуальному заказу местными производителями, и это все сделано вручную. Естественно, запах карельской березы – это такая специфика номера, который очень нравится нашим гостям. Ну и далее простые номера категории номер 1. Это номера стандартные, 18 квадратных метров, для размещения родовых туристов, а также бизнес-путешественников. Есть у нас специальный прескурант на размещение в отеле. Естественно, это продажная цена. Далее вы можете получить более приятную цену, что касается как туроператоров, так и турагентства на размещение в нашем отеле. Мы собрали пакетные предложения для того, чтобы облегчить участь выбора для наших путешественников. Например, пакетное предложение «Деловая поездка». Очень часто, когда люди отправляются в командировку, им сложно распределять свое внимание на практические вопросы. Именно с этой целью мы организовываем для них специальный трансфер из аэропорта в гостиницу. Естественно, это проживание. Полный пансион у нас гост может выбрать. То есть это полностью включенное питание, завтрак, обед и ужин. Также мы организуем трансфер до места работы и обратно. И, соответственно, возвращаем гостя обратно в аэропорт. Естественно, есть многие другие предложения, которые можно включить в данный пакет. Но они уже разрабатываются индивидуально, исходя из потребностей нашей гости. Пакетное предложение людям посвящается, пользуется необыкновенным спросом даже у нас на севере. Это романтический уикенд, который вы можете провести в нашем роскошном свадебном номере. В данном случае может использоваться не только свадебный номер, но также другие номера категории люкс. Это пакетное предложение может включать в себя также различные начинки, скажем так, украшения номера, либо специальные блюда, которые заказываются именно для вашей пары. Есть различные вариации. Украшение может быть как свадебного номера, также и номер категории люкс. Плюс ко всему для всех молодоженов у нас в отеле есть специальная скидка 25% на проживание в отеле. Это касается не только молодых, а также и их родственников, гостей, которые отмечают спать в нашем ресторане. Пакетное предложение для группы четырех человек. Достаточно стандартное классическое предложение, которое включает в себя встречу в аэропорту, трансфер, размещение, пешую прогулку по достопримечательности в центре города, пусть и покровеческому музею. Также ужин и трансферный аэропорт. Соответственно, это то пакетное предложение, которое доступно для путешественников, у которых очень мало времени, но они хотят провести где-то интересные свои выходные. Специальное пакетное предложение у нас посвящено гурманам. Кухня Кольского полуострова действительно достаточно интересная. Это кулинарные традиции двух северных народов, самов и поморов, и они достаточно различны. Наши фору постарались собрать все специалитеты данных видов кухни, и, соответственно, мы готовы предложить это специальное меню для наших гостей. Итак, мы ждем вас в самом сердце города Мурманска, в конгресс-отеле «Меридиант». Если какие-то вопросы уже вижу, тогда по вопросам... Ага, да, есть у меня все время. Итак, новогоднее предложение. У нас есть специальное новогоднее предложение, которое распространяется на новогоднюю ночь, новогодние праздники. Здесь презентации у меня нету. Я могу отправить... Ага, сейчас напишу свою электронную почту. Так, это вот сюда. Вот сюда напишу. Пишу свою электронную почту, на которую вы можете написать ваш запрос. Да, когда мы сейчас напишем электронную почту, вы сможете прямо направить запрос для того, чтобы вам сформировали предложение. А я пока пишу, передаю слово еще одному выступающему туроператору по Кольскому полуострову «Радуга Севера». Здравствуйте, меня зовут Турлица Селина. Я представляю туристическую компанию «Радуга Севера». Мы являемся туроператором по Кольскому полуострову. Наша туристическая компания работает более 20 лет. Наши гиды и сотрудники имеют стаж более 10 лет. Но сегодня хотелось бы с вами поговорить именно по зимним маршрутам, поскольку мы сейчас уже начинаем осваивать наш зимний сезон. То есть у нас достаточно большой спектр туристических услуг. Мы предлагаем очень много программ. Сейчас хотелось бы остановиться именно на программе, которую мы сформировали где-то год назад и назвали ее «Заполярный калейдоскоп». Она у нас идет 3 дня, 2 ночи. И что она себя включает? То есть это пакетный тур. Первый день мы встречаем туристов в аэропорту. Далее идет трансфер в город, обед в кафе, обзорная экскурсия автобусная по городу Мурманску, которая называется «Мурманск, столица Заполярья». Что в этот момент могут увидеть наши туристы? То есть это центр нашего города, это площадь Пять углов, это то место, где была закладка города Романов на Мурманске, это мемориал защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, то есть в простонародье этот памятник называют, у нас памятник Алеша, это самый крупный памятник за Полярным кругом и одна из самых высоких смотровых площадок в городе. Это мемориал памятнику Курск, это памятник Ждущая и новый мемориал памятник Крючной трубе. И также обязательно мы в этот день посещаем музей атомной ледопой Ленин, то есть это первый в мире атомный ледокол Ленин. Но мне, к сожалению, нету этой программки в презентации, но я ее вам так могу озвучить. Далее у нас идет заселение в гостиницу, то есть на выбор мы предлагаем несколько вариантов, это вот конгресс отель Меридиан и гостиница Азимут, это наши партнеры. И далее вечером мы делаем выезд на Северное Сияние, он уже идет у нас за доплату. Да, я уже вижу вопрос. Сейчас это именно сборный тур, он у нас стоит на сайте. Я сейчас позже укажу наш сайт, сайт Радуга Севера. И первый слайд, это как раз идет вот этот заполярный календоскоп, где указаны все даты по этому сборному туру. Первый сборный тур ближайший у нас состоится с 4 по 6 января. Я могу сказать, что на 50% этот тур уже набран у нас, эта группа именно январская. Далее идет по месяцам февраль, на февральские праздники, на март, апрель, по-моему, до мая мы еще не проставляли. Вообще этот тур будет закольцован, вернее не будет, он уже закольцован, это ежегодная программа. Единственное, что второй день у нас меняется. Также могу сразу обозначить, что сюда входит у нас комиссия для туроператоров 10%. Второй день мы выезжаем, ну, соответственно, завтрак, и мы выезжаем в город Кировск, о котором говорила Анна Федоровна, и посещаем наш замечательный комплекс «Снежная деревня», который был занесен в Книгу рекордов России как самое крупное строение земли. Как уже сказала Анна Федоровна, каждый год нам сотрудники этого комплекса готовят сюрприз, поэтому мы не знаем, что будет в этом году. «Снежная деревня» открывается в конце декабря и работает до 1 мая. Соответственно, в летний период, начиная с мая по октябрь, в этот второй день мы едем в поселок Териберка, это старый поморский поселок, но здесь уже идет такой именно природный день. Почему? Потому что, ну, естественно, мы рассказываем о истории, о поморах, да, о самах, о наших коренных жителях и о людях, которые к нам сюда приходили. Рассказываем о поселке, мы смотрим прекрасное Барницево море, это ближайший выход у нас в Северный Ледовитый океан, как по-другому Териберку у нас называют, край земли, и смотрим прекрасный водопад. Также, если это, опять же, снежная деревня, это зимний тур, вечером можно за дополнительную плату сделать выезд на Северное Сияние, и в этот же день в городе Кировске мы посещаем музейно-выставочный центр Музей Камня. Также входят обязательные обеды, то есть здесь идет полноценное питание. Завтрак, обед, ужин по 7 дням. И на третий день мы едем в Снежную деревню, это, как по-другому его еще называют, Снежная деревня, ой, извиняюсь, Саамская деревня. Это музей под открытым небом. То есть там на месте идет трехчасовая программа. И что мы там видим? То есть у нас идет знакомство с культурой мантитов народа Саамы. У них стоят различные саамские идоли, у которых можно загадать желание. Также далее мы заходим в Крааль к Оленям, где, как же опять Анна Федоровна говорила, где можно их покормить, погладить, сфотографироваться. Также на территории присутствуют песцы, лисы, кролики, хаски, то есть такой мини-зоопарк, скажем так, контактный, как сейчас принято называть. Также входит сюда полноценный обед. Это идет либо уха, если это детские группы, то мы ее заменяем на макароны с сосисками, поскольку дети не всегда едят уху. И также сюда входит оленина с картошкой, чай. В зимний период идет катание на олени выпряжки и на банани за снегоходом. Опять же, как я сказала, что эта программа закольцована круглогодично, поэтому летом мы заменяем катание на квадроциклах и идем к обрядовому озеру. Также играем в саамские игры, то есть полноценная трехчасовая программа. Также на январские праздники у нас составлены сборные туры, то есть это именно, это пакетные туры предоставлены у нас, но также есть просто сборные туры, в которых могут также присоединиться ваши туристы. Единственное, что сразу могу обговорить, что вот именно в сборные туры здесь уже не включена комиссия, то есть это идут однодневки, просто экскурсионки. Начиная с 30 декабря, то есть 30 декабря, 2, 4, 6 января, это выезды в саамскую деревню, также 2 января, это обзорная экскурсия по городу Нурманскому без ряда пола, 3, 6 января, это выезды в город Североморск. Город Североморск, это закрытый город, там у нас находится база Северного флота, там мы смотрим подводную лодку К-21 и музей авиации, то есть в который ходит Доминда Галина, выставка боевой техники и сам музей. Единственное, я обговорюсь, сразу по городу Североморску пропуска делаются где-то за месяц, плюс если считать, что это будет январь, то желательно к середине ноября, ну, края, это начало декабря, должны быть на выезду в Североморск уже у нас поданы документы, для этого нужна ксерокопия паспорта, то есть скан паспорта. Далее, 4 января также будет обзорная экскурсия по городу Нурманскому, но здесь уже с ледоколом ленин. 3-5 января это выезды в снежную деревню, 5 января также зимняя тиридурка, она в принципе от летней ничем не отличается, все то же самое, только нужно одеваться потеплее и быть готовым к таким нашим погодным условиям, поскольку это тундра и погода там у нас непредсказуемая. Поэтому это вот такие именно зимние туры. Также мы занимаемся снегоходными турами, рыбалка, то есть активными турами, дайвинг, опять же катание на хаски, выезды на северное сияние обязательно. Поэтому на самом деле программ у нас много, времени у нас осталось не так много. Я сейчас напишу, наверное, тоже свою электронку. И вот, да, как раз кому нужен был наш сайт, вот он, радовосевер.ру. Первый слайд, это идет как раз пакетный тур за полярный калейдоскоп, который я еще раз говорю, уже расписан по датам, дата указана на слайде. И если вы войдете вовнутрь, вы прочитаете полную программу, увидите фотографии и также увидите цены. Детская цена отличается от взрослой. И также там внизу написано, что комиссия предоставляет с туроператором, если группа от 10 человек. И второй слайд на нашем сайте, это будут сборные туры, это вот как раз однодневки. Просто есть такие туристы, которые не готовы платить за пакет, могут проживать где-то у своих знакомых, друзей, либо это будут иностранные гости. Они могут взять просто вот такие вот экскурсионки. Презентацию чего именно? Скачать. Технически это, наверное, нам должны помочь коллеги, которые организуют профит-рэвел, а презентация, размещенная на сайте Радуги Севера, данные, которые мы видим, это, наверное, нам нужно уточнить. Вы можете написать свою электронную почту, я могу вам выслать свою презентацию, если вам так будет удобно. Да, у нас просто не работает почему-то чат, и мы поэтому не можем оперативно отвечать вам в чате. Поэтому действительно, наверное, вы напишите свою электронную почту, и мы направим вам. Да, обычно наша презентация. Может, и того, как закончится сегодняшняя презентация. Ну вот, коллеги пишут мне из профит-рэвел, что можем выложить все три презентации на платформу, и тогда оттуда тоже можно будет все это скачать. Я думаю, да, что там будет вам удобно. Коллеги, ну основную информацию мы сегодня, которую хотели до вас донести, доложили, поэтому готовы ответить на ваши вопросы или, может быть, рассказать о каких-то интересных моментах, о которых вы слышали, или наоборот, хотели бы узнать поподробнее. Поэтому, посмотрев из вопросов, которые уже были озвучены, это про новогодние пакеты, я думаю, мои коллеги подробно рассказали, что есть и сборные туры, и туры для организованных групп, а про презентацию тоже вроде уже ответили. Я по турам еще могу сказать, что мы можем сделать любой тур под вашу группу. Неважно, это будет детская группа, это будут иностранцы, либо это будет какой-то корпоратив. То есть независимо, на день приедут, на два, потому что бывают разные периоды, бывают у нас недельные туры запрашивают. Это все рассчитывается индивидуально по вашему запросу. С этим проблем нет. Так, вижу, что пишут. Спасибо, коллеги. Вопросы, если есть какие-то? Ну, про вопросы про погоду мы говорим, что она нас удивляет в этом году. До сих пор у нас не выпал снег, хотя обычно в это время уже можно, наверное, на беговых лыжах кататься. Мы все в ожидании и верим, что совсем немножко осталось до этого момента, поэтому если вы и ваши туристы давно не видели настоящий снег и сугробы этого снега, то я думаю, что как раз зимой необходимо ехать в гости к нам. Еще хотела уточнить момент, поскольку сейчас к нам приезжает очень много иностранных туристов, поэтому если у вас будут какие-то запросы на зимний период, зима, весна, просьба присылать их и готовить заранее. Объясню почему, потому что сейчас уже на февраль, на март многие объекты, о которых мы сегодня озвучивали, это, например, Саамская и Снежная деревня, очень много у них уже занято. Поэтому вам на будущее, чтобы вы понимали, хотя бы за месяц 4, даже за полгода, лучше хотя бы для начала прислать запрос, чтобы мы могли какие-то даты пробронировать. Безусловно, у нас есть свои даты, которые мы бронируем заранее, но не всегда есть возможность также и у гостиниц, поскольку в феврале я знаю, что китайский Новый год и во многих гостиницах сейчас уже нет места. Поэтому имейте это в виду. Да, мы уже скоро будем как в Финляндии, когда нужно, если хочешь забронировать хорошее проживание, то нужно это будет делать за полгода, а то или за год до сезона. Открылся сайт за полярный калейдоскоп. Слайд вы, наверное, имеете в виду. Все правильно, если вы заходите на наш сайт Радуга Севера, вы видите первый слайд за полярный калейдоскоп. Это именно вот этот трехдневный маршрут, о котором я сейчас говорила. То есть он круглогодичный и закольцованный. Единственное, что, как я уже обозначила, второй день город Кировск меняется на Теребеку. Самская деревня в третий день остается. Так, еще вопросы, коллеги. Может быть, что-то хотите уточнить. Так, вижу, что понятно. У нас тоже вроде уже мы все рассказали все, что мы... Кто-то еще пишет. Так, мы ждем. Спасибо. Кто планирует приехать сам или у кого-то, может быть, есть уже запросы от туристов на это направление, вот тоже было бы интересно, поступают ли к вам запросы по направлению севера, Мурманска, или это больше интересно с точки зрения для развития новых направлений вашей компании. Если можете, то напишите. Потому что если мы, когда мы оцениваем, раз у нас есть немножко времени, я вам просто расскажу, когда мы оцениваем поток, который к нам на сегодняшний день приезжает, то, конечно, основная масса туристов вот в этом большом потоке, более 400 тысяч человек, составляют российские туристы. Несмотря на то, что мы приграничные территории, мы понимаем, когда мы говорим, что у нас почти 52 тысячи иностранных туристов по другим регионам, я не говорю сейчас Москву и Санкт-Петербург, это хороший показатель, но все равно в общем объеме это получается 12% от общего потока. Поэтому мы, конечно, понимаем, что инфраструктура на сегодняшний день региона, она ориентирована больше на российского туриста. Это и гостиницы, которые у нас находятся на территории, часть из них за последние два года прошли классификацию, которая стала обязательной, но тоже, если мы говорим, что у нас на территории находится порядка 120 гостиничных объектов, то из них пока прошли порядка 6. Значит, при этом это все объекты, я имею в виду, у нас не очень много гостиниц, основной формат это, конечно, коттеджи, базы, вот такая история. Понятно, что в Мурманске это в основном крупные гостиницы, но вот чуть отъезжаешь дальше, это хостелы, это базы туристические и так далее. Всего же для понимания емкость наших объектов размещения составляет порядка 8 тысяч мест. То есть, именно поэтому я и говорю, что не все туристы размещаются в гостиницах, хотя новые объекты открываются, потому что поток растет, но многие используют для размещения частные секторы. Это очень активно заметно, особенно в удаленных территориях, таких как Териберка, озеро, где просто физически нету гостиничных объектов. Что касается по Териберке, сегодня тоже уже про нее говорили, это действительно уникальное место, можно сказать, берег Северного Ледовитого океана. Еще одна интересная тема, связанная с этой территорией, состоит в том, что, учитывая, что Мурманск область граничит с странами Европейского Союза, мы имеем границу, у нас также располагаются объекты военных, очень много объектов, и часть территории закрыта для посещения без согласования или совсем закрыта. Для иностранных граждан это больше таких территорий, которые закрыты, для российских граждан они закрыты в том смысле, что необходимо согласование, как, например, рассказывали коллеги про Североморск. Поэтому, чем интересна Териберка, тем, что фактически на побережье Баренцева моря это единственный населенный пункт, открытый для иностранных граждан, которые не требуют согласования. И, опять же, его возможность достичь, можно сказать, на автотранспорте, то есть это недалеко находится. Что касается, то есть получается, у нас по Баренцевому морю, по Северному Медовитому океану всего два таких вот значимых объекта, популярных у туристов, которые можно посетить. Вот один Териберка, второй полуострова Рыбачий и Средний. Но здесь тоже нужно отметить, что полуострова Рыбачий и Средний являются территорией регламентированного посещения иностранных граждан, учитывая, что иностранными гражданами относятся Белоруссия и другие страны, бывшие союзные республики. Поэтому, понимая это, мы не говорим о том, что невозможно посетить эти территории, но при формировании вот этих посещений нужно этот момент всегда учитывать, что необходимо будет проводить согласование. Наши компании, которые работают на полуостровах Рыбачий и Средний, они говорят о том, что в принципе те, кто должны согласовывать, согласуют, но, тем не менее, просто чтобы не возникало недопонимания у туристов, мы просим всегда держать это в уме, что вот эта территория требует согласования с определенными службами. Да, но говорю, что в Североморск иностранцев не пускают вообще. То есть, если на полуострове Рыбачий, это где-то пропускная система, делаются документы в течение 60 дней, причем заранее их нельзя за полгода подать, их подают именно в срок за 60 дней, то в Североморск иностранцам есть запрещен вообще. Да, это просто для понимания, что иногда возникает просто с этим коллизией, когда к нам тоже обращаются иностранцы, которые хотят сами приехать, посетить какие-то территории, и выясняется, что это просто невозможно, потому что ни времени нет согласовать, а некоторые территории, они действительно находятся под запретом для посещения вообще. То есть, это особенность нашей территории, тем не менее, нужно сказать, что в туризме иногда то, что разрешено не всем, оно вызывает еще большее желание это посетить, потому что есть в этом некая такая вещь, связанная с тем, что ты принадлежишь к определенной касте людей, которым это все-таки разрешено. Поэтому, конечно, Североморск, он очень пользуется популярностью у местных и у приезжих. В первую очередь, это, конечно, относится уже не к зимним турпродуктам, это относится, наверное, к лету, потому что один из самых красивых и грандиозных парадов на День военно-морского флота, он проходит как раз в городе Североморске. И вот, понимая, что до этого парада как минимум уже больше, чем полгода, и компания «Радуга Север», они ежегодно организуют поездку на этот парад, может быть, есть как раз возможность предложить своим туристам посещение Мурманской области вот в этот период для того, чтобы посмотреть на мощь военного, северного военного флота, корабли, которые там присутствуют, на вот это грандиозное, действительно, интересное событие, и заодно посетить такой необычный город, как Североморск, ну и посмотреть Мурманск и другие объекты на территории Мурманской области. Когда парад? Парад идет в последнее воскресенье июля, ежегодно, в последнее воскресенье июля проходит парад. За сколько согласованы? Желательно за полтора месяца, но лучше бы, чтобы уже документы у нас были на руках. Мы их подаем всегда за ранее в Североморск июня, да, в середине июня желательно, чтобы документы уже у нас были. И также, помимо парада, мы опять же посещаем подводную лодку КА-21 и музей авиации в поселке Сафоново, то есть не только парад. На самом деле у нас много праздников проходит, у нас есть праздник Поморских Казовик, который проходит в августе, это уже берег Белого моря, он северский, нет, первое воскресенье августе проходит, то есть на такие праздники мы тоже набираем группы. На лето мы также выставляем сборную группу, с которой можно будет уже соответственно весной, знакомиться на нашем сайте. Да, еще тоже, раз мы заговорили про событий, пока у нас есть немножко времени, то, наверное, из таких крупных мероприятий, ближайших, это в городе Кировске состоится, как раз организаторы снежной деревни проводят фестиваль снежных и ледовых скульптур снеголет, он тоже ежегодно проходит в конце января, когда такое затишье наступает в сезоне зимнем, еще до мартовских и февральских праздников далеко, а новогодние уже прошли, также интересом пользуется праздник Севера, это такая полярная олимпиада, она проводится с 30-х годов и даже во время Великой Отечественной войны, несмотря на то, что город Мурманск подвергался действительно очень сильным ожесточенным бомбардировкам, немцы, конечно, очень хотели захватить этот такой важный пункт у незамерзающего залива, но тем не менее, даже в этот период этот праздник Севера не отменялся, и проходит он обычно в марте, во второй половине марта, начало апреля по различным видам спорта, это и лыжные гонки, и горные лыжи, но, конечно, одно из самых интересных мероприятий, это есть такое направление по национальным видам спорта, то есть это в оленях упряжках и в оленях собачьих упряжках у нас уже дисциплина в ходе третий год, но также, соответственно, биоклон, конечно. Да, вот, и получается, что это тоже возможность приехать в достаточно комфортное время года в Мурманскую область, имеется в виду, потому что март месяца это уже достаточно длинные солнечные дни, солнышко начинает прогревать, уже воздух и это достаточно комфортно. Здесь нужно отметить, что обычно про заполярье, про хольское заполярье всегда говорят, что у нас не такая зима, как в Якутии и в других зимних, и в других арктических территориях, потому что у нас благодаря Гольфстриму здесь достаточно зима мягкая и средние температуры зимой где-то 15-20 это самый потолок. Бывает, конечно, и холоднее, но в среднем 10-15 градусов это комфортная такая температура ежедневная. Поэтому это тоже привлекает, что с одной стороны ты видишь за окном зиму, а с другой стороны у тебя нет такой потребности, чтобы одеваться очень тепло и для некоторых людей, кто не привык к этому, это вызывает некий дискомфорт находиться в таком большом количестве одежды. Поэтому это тоже такой положительный момент и из-за этого в марте, когда проходит этот праздник севера, есть возможность все это увидеть, посмотреть, приобщиться, возможно, тоже встать на беговые или горные лыжи. А про летние праздники уже сказали, еще один у нас в Териберке проходит в июле месяце, тоже информацию, наверное, если вы забьете фестиваль в Териберке, то уже, наверное, весь интернет в Териберке. Он очень популярный, больше 4,5 тысяч туристов туда приезжает к нам ежегодно и тоже наши компании делают, организуют поездки туда. Но вот я смотрю, что время наше уже вышло, поэтому если будет интересно, вы увидите наши контакты на нашем стенде и можете написать всем коллегам, которые сегодня были, мы подробно вам еще ответим. Спасибо.